МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА -"Антикоррупционная неделя". Сразу двое глав муниципалитетов задержаны. А дома и у экс-руководителя крупнейшего банка прошли обыски. Чёртово колесо или колесо фортуны. Идея возведения аттракционов в Махачкалинском парке разделила горожан. Об этом и многом другом поговорим с гостем программы, мэром Махачкалы Салманом Дадаевым. Новый бирюзяк и его старые проблемы. Посёлок неподалёку от реки и двух водохранилищ остался без воды. Как такое возможно? Будем разбираться. Здравствуйте! Это итоги недели на канале ННТ. И я, Мурад Ахмедов. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Пропускная способность системы водоотведения никакая на сегодняшний момент. Она была рассчитана на Махачково 350-400 тысяч населения. Мы сегодня за миллион шагнули. Канализационные насосные станции. Но они не справляются с перекачиванием этого. Давайте заселим ещё 10 домов. Люди вечером придут домой с работы, смоют воду и прощают редукторами. Мы этого хотим. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Минувшая неделя стала насыщена антикоррупционными делами. Сразу три высокопоставленных чиновника стали фигурантами уголовных дел. Экс-главу Россельхозбанка заподозрили в хищении 212 миллионов рублей. Силовики провели обыски дома и на работе у Гетина Магомеда Гаджимагомедова. Инициаторами следственных мероприятий выступили представители самого банка, которые провели внутреннее расследование. По имеющейся информации, речь идёт о махинациях с выдачей кредитов на развитие сельского хозяйства Дагестана. По неподтверждённым данным, сам Гаджимагомедов сейчас скрывается за границей. Предположительно, в Объединённых Арабских Эмиратах. Накануне сотрудниками ФСБ также был задержан глава Баба-Юртовского района Дагестана Эльдар Карагишиев. В доме чиновника и по месту его работы прошли обыски. Его подозревают в служебном подлоге, растрате средств и злоупотреблении должностными полномочиями. По версии следствия, Карагишиев присвоил деньги, выделенные на реконструкцию парка в селе Баба-Юрт и ремонт улиц в селе Львовское. На прошедшей неделе был арестован и глава Дербенского района Дагестана Магомед Джалилов. Постановление об этом вынес басманы районы суд Москвы. По данным следствия, чиновник, используя свои должностные полномочия, незаконно передал собственно своим родственникам три земельных участка общей площадью 3 гектара. По предварительным данным, рыночная стоимость участков составляет более 20 миллионов рублей. Колесо обозрения, которое мэрия планирует возводить в парке, стало камнем преткновения и предметом спора между муниципалитетом и общественниками. Идея установки карусели в центре парка исходит от местных властей, но многие горожане выступили против новшества. Изучала ситуацию на месте Патимат Ханапова. Два года назад мы отстояли вот эту территорию. На вот этой всей территории собирались вырубаться около 60 деревьев и ставить музей, который стоит возле центральной мечети. Вот благодаря тому, что мы активисты тогда собрались и не дали этому событию состояться, здесь сейчас у нас деревья растут, здесь сейчас у нас парк. Только сумели отстоять, и снова битва за парк. Попытка реализации инвестпроектов на территории парка Ленинского комсомола у неравнодушных граждан вызывает волнение. Очередное волнение. Помните, при Рамазане Абдулатипове здесь хотели возвести здание музея «Россия – моя история». Не дали, народ возмутился. Однако власть новая, как оказалось, власти старой фантазии ничуть не уступает. Нам нужно колесо обозрения, решили чиновники, и пошло-поехало. Эти парки существовали со времен еще СССР. Но тогда у нас был город несколько иной. Сейчас за лет 20 город вырос, причем существенно. Мы уже добрались до миллионника по размерам своим. А парки, они у нас новые не появились. А наоборот, те старые, они уменьшались. То есть, причем достаточно сильно уменьшались. И сейчас какие-либо проекты делать в отношении вообще этих островков, парков, которые остались, мы считаем недопустимым. То есть, те проекты, которые приведут к вырубке деревьев, они недопустимы. Мы уже не можем себе позволить так эксплуатировать парки, делать вот в этом оставшемся маленьком парке большой аттракцион уже невозможно. Строительство аттракциона властями уже утверждено. Но о самом проекте все еще известно мало, что ровным счетом, как и о инвесторе, некая компания «Панорама», зарегистрированная в Татарстане с уставным капиталом всего в 10 тысяч рублей. Есть, оказывается, уже даже фирма, которая зарегистрирована в Казани 29 мая 2018 года, у которой не было еще ни одного объема. Они еще нигде себя не проявили, и им отдают очень такой лакомый кусочек в Махачкале под строительство чертового колеса. Ну, очень такой вот подозрительной фирмы. Я не знаю, откуда она взялась, никто ее не знает. Не раскрывает карты администрации столицы и по бизнес-плану. Многое все еще под завесой тайны. Как будет выглядеть территория после установки колеса? Будет ли вырубка деревьев? Появятся ли на месте коммерческие объекты? К сожалению, ответов на эти вопросы ни активисты, ни мы, журналисты, все еще не получили. У меня такой подозрительный проявляется, что, скорее всего, это не колесо, оно экономически окупать себя, оно не окупит само по себе. Если говорят, что стоимость от 100 миллионов рублей, это как надо ее загрузить людьми, чтобы окупить эти 100 миллионов. Скорее всего, это просто интерес площадки, это самой земли. Это 7 тысяч квадратных метров, чуть больше 7 тысяч. Теоретически, со временем, это даст возможность выкупить, оформить эту землю на себя, инвесторов в парке. Формально, с точки зрения закона, как он построит колесо обозрения, он вправе будет эту землю оформить в собственность. 7 тысяч квадратных метров в центре города. Это шикарно. Так считает и Марат Асланов. Депутат Народного собрания Дагестана на очередной сессии поставил под сомнение надежность инвесторов, привлекаемых в регион. По его мнению, под видом вложения капитала многие предприниматели преследуют корыстные цели. Мы считаем, что любой такой проект необходимо выставить на широкий круг, для обсуждения, для выбора инвесторов из широкого круга интересантов. Не должно быть лоббирования конкретно интересантов конкретно одной компании. На следующий день уже без каких-либо разрешительных документов, без согласования и получения разрешения на строительство и прочее, начали бурить в парке. Вопрос. Ребята, точно Россия к нам пришла? В Казани бы или в Петербурге, Москве такого не сделали бы. Важна обратная связь. Мнение горожан должно быть учтено. Такие громкие слова говорили представители власти во время общественных слушаний. Поэтому мы решили выйти на улицы города и узнать, что же на самом деле нужно жителям столицы. Деревья или аттракционы. Аттракционы можно в других местах это устраивать и делать. А то, что есть зеленые насаждения, вот это, там же обязательно должны, наверное, несколько деревьев срубить в первую очередь. Это не одно и не две десятки. Вот этому я против. За деревья, конечно. Почему? Потому что деревья, пусть побольше деревьев сажают, зелень, не дышать же надо нам чем-нибудь. Я не против, чтобы оно было, потому что раньше тоже оно было и все активно пользовались. Но сейчас может. Там просто пустырь. Пусть тоже сделают для горожан. Чёртово колесо у нас имеется в парке на редукторном посёлке. И мне кажется, что нет смысла возводить ещё один. Тем более, что он огромных размеров, как нам сказали. И чтобы вырубали деревья ради непонятно чего, я против категорически. Неизвестна площадь. Если бы была известна площадь, можно было бы, конечно, сделать так. Половину здесь сделать зелёную зону, а половину – аттракционную. Но чтобы это было под эгигой администрации города Махачкалы. Аттракционов, конечно, молодёжи нужно. Детям. А зелёной зоны, по-моему, там достаточно. Я предпочитаю, да, зелень. Люблю сам. Зелень, чтобы была вода кругом. Экология, как бы, той же силой. Кто-то допускает строительство аттракционов, кто-то категорически нет. Но важно одно – все единогласно против вырубки деревьев ради развлекательных зон. Однако активисты движения «Город наш» не ищут компромиссных вариантов. Они уверены, что смогут отстоять парк и на этот раз. Внесли изменения в правила застройки города, которые позволили в зелёных зонах создавать такие виды, разрешённые использованные, как развлечения. То есть позволяли в этих зелёных зонах строить развлекательные объекты. И вот в связи с этим, кстати, у нас было и связано наше последнее достижение. Мы отменили через Верховный суд. Это было 26 марта, если я не ошибаюсь. Верховный суд принял решение отменить изменение правил застройки города. И сейчас, по идее, мы ждём вступление в силу в решение суда. После того, как оно вступит, все развлечения в парках будут невозможны. И после того, как оно вступит в силу этого решения суда, мы обратимся с новым иском, по которому мы потребуем признать незаконным постановление мэра недавно, которым он утвердил после публичного слушания и сказал, что всё, теперь здесь может быть развлечение. Аттракцион планируют возвести здесь, на 7 тысячах квадратных метрах. Это огромная территория. Большое сомнение у общественников и у жителей вызывает вопрос, ограничится ли всё на этом. Не появится ли потом, где-то рядом, торговый ларёк чуть позже, прокат сегвеев и гироскутеров и всё тому подобное. Поэтому защитники парка считают, что легче не доверять никому и вовсе не разрешить строительство. Но если всё же, вопреки мнению масс, власти Дагестана решат построить аттракцион, то будем надеяться, что колесо обозрения не станет колесом народного презрения. Патимат Ханнапова, Нурмагомед Магомедов, телеканал ННТ, Махачкала, Новости 24. Мэр Махачкалы, пожалуй, самая известная муниципальная должность в России. И совсем не потому, что ещё недавно столица Дагестана неоднократно становилась победителем различных конкурсов, признаваясь чуть ли не лучшим городом страны по темпам благоустройства. Печальную известность городу приносило то, что градоначальники Махачкалы один за другим попадали в сводки криминальной хроники. За последние годы четверо мэров были задержаны, причём трое находясь в должности. Стоит ли объяснять, насколько тяжёлым является наследство, доставшееся после такого муниципального управления? Тем не менее, несмотря на вал текущих дел и остроту поднимаемых тем, на вопросы нашей программы в качестве её гостя согласился ответить мэр Махачкалы Салман Дадаев. Эксклюзивное интервью с главой столицы смотрите далее. Салман Кадеева, веселам алейкум, добрый день. Александр. Ещё недавно, чтобы мэр приехал на работу, перекрывали полгорода. Мы с вами сейчас прошлись по парку среди простых людей. Ситуация изменилась, но проблемы остались прежними. Район, которым вы руководили в Москве, он по населению больше многих дагестанских городов. Вы пришли из города с налаженной системой управления, в то время как Махачкала долгие годы управлялась практически в ручном режиме. Как вы считаете, какие рычаги сейчас нужно задействовать, чтобы обновлять городское хозяйство и приводить его в норму? Да, абсолютно правильно вы подметили. Самая большая, наверное, проблема сегодня в Махачкале именно отсутствие системы управления городом. как наиболее сложная проблема. Все процессы на сегодняшний день нарушены. Нарушена вертикаль и нарушена сама суть управления. К чему это приводит? Правильные команды, они не проходят элементарно до конечного исполнителя в том виде, в котором они должны исходить. Вертикали управления отсутствуют. Ну и, конечно, есть некоторые проблемы с профессионализмом. Есть хорошие сотрудники, хорошие руководители, нацелены на нужный результат с определенными компетенциями, хорошими компетенциями, амбициозные, способны обучаться. Но их компетенции и способности в силу тех причин, которые у нас существовали, они просто чуть развились в другом направлении. Они способны, грамотные, правильные ребята. Но они просто чуть развивались по другим векторам. И переформатировать. Они сами нацелены на переформатирование, просто нужно определенное время. Ну и, наверное, поможет тот опыт, который у меня есть, который я приобрел в Москве, в разных районах, округах Москвы. Удалось его закрепить в Басманном районе. И со временем будут запущены именно вот эти импульсы управленческие. И когда они пойдут, сама по себе система управления заточена так, что она будет себя выправлять. Ну, вы специалист как раз в муниципальном управлении, хорошо разбираетесь в коммунальном хозяйстве, в юриспруденции. Как эти практики сейчас приземлить в Махачкале, чтобы они работали на столицу республики? Потому что начну сразу с вопроса проблемного. Приходится освобождать участки подшколы путем сноса, принимать такие радикальные меры, непопулярные. Очень много земли в незаконном обороте. Как с этим бороться? Последовательно проблема ясна. Там многоходовые схемы здесь не нужны. Что-то изобретать необходимости нет. Есть генеральный план, какой-никакой, но он есть. Есть заревизированные участки для социальной инфраструктуры. Без этого города развиваться не может. У нас, к сожалению, сегодня город, именно его жилищное строительство, ушло намного вперед инженерно-технической коммунальной инфраструктуры и социальной инфраструктуры. То есть у нас количество домов, которые вмещают в себя жители Махачкалы, намного обогнало количество ученических мест в школах, в детских садах и пропускную способность систем водоснабжения, водоотведения. То есть не было вообще выстроена логистика? Абсолютно. Но есть еще другая проблема. Те участки, которые были зарезервированы под строительство социальной инфраструктуры и полбеды, если бы на них не строились бы школы. В погоне за вот этим жилищным строительством мы имеем случаи, когда захватили участки, возделили на них дома и пытаются это каким-то образом отставить. Как я уже сказал, фиксирование ситуации, изучение нормативной составляющей, на уровне внутренних документов администрации мы это можем отменить, на уровне судебных решений нам надо отменить, если пропущены сроки исковой давности за счет интересов неопределенного круга лица, прокуратура должна ли выходить. И соответственно следующий шаг уже направленный на принятие нормативного решения, которое сможет дать основания для освобождения этого земельного депутата. Но ведь раньше тоже знали, что это участки под школу? Я понимаю, что вопрос не к вам, но куда же смотрели контролирующие органы? Выходит, они бездействовали? Сказать, что бездействовали, тоже не скажешь. Очень много фактов зафиксировано правоохранительными органами. Были конкретные предписания, протесты, требования. Но опять-таки в силу запутанной этой системы и возможности ухода от ответственности в конкретных персоналях находили лазейки, чтобы размывать эти требования правоохранительных органов. Сейчас вы встречали новые мусоровозы на этой самой площади, которые пришли, чтобы от мусорного коллапса спасать столицу. Вы привели потрясающие факты о том, что даже не можете найти настолько все распродано, что не можете найти место для размещения контейнерных площадок. До такой степени все запущено. Это на самом деле очень печальная погоня за вот такой наживой к сожалению привела к тому, что мы сами себе подрубили сук, на котором сидим. Мы хотим жить красиво, мы хотим жить чисто, в красивом ухоженном доме, но для этого есть целая система, которая прилагается. Первая, допустим, жилищно-коммунальная, которая направлена на уборку, другая экономическая, ну даже, наверное, первая экономическая, потому что в основе всего лежит экономика, допустим, по участкам. Планировали дом, не закладывали контейнерную площадку. Запланированную контейнерную площадку захватывали для возведения какого-то торгового объекта. Да, это имеет место быть, это очень сложно. А ведь людей на руках бумаги, которые надо отменять решением суда, и это целое время. Время, как и со школами, нету нерешаемой проблемы, просто это время, опять-таки. Определенный процесс, разложенный по полочкам в ГПК. А люди хотят порядка здесь и сейчас. Правильно, они хотят, так и должно быть. Они правильно хотят, и в этом нет ничего такого зазорного, потому что, опять-таки, мое абсолютное убеждение, спасибо моим преподавателям по теории государства и права, Салтану Тисуповне, Анжеле Чапановне, которые мне это очень четко выяснили. Граждане не должны этими вопросами заниматься. Граждане оплачивать часть своего заработка для определенных лиц, которые они нанимают, то есть мы чиновники, для того, чтобы этим вопросом занимались. Делегируют полномочия. Да, и оплачивают нам за это. И мы должны это выполнять, это абсолютно правильный их посыл. Здесь есть, конечно, другая ситуация, опять-таки, в экономике. У нас плохо с налоговой дисциплиной, конечно, и когда ты задерживаешь оплату, ты не можешь требовать исполнения услуги тоже, как минимум морально. Вот эта ситуация у нас очень так гротесно выражена, потому что очень плохая налоговая дисциплина, практически никто не хочет платить налоги, не желает, и даже если сильно разобраться, это очень сложно. Но это тянет в начале этого тезиса, я сказал, что две проблемы, жилищно-коммунальные и экономические. Это за собой тянет целые проблемы, потому что, допустим, опять-таки, возвращаясь к опыту Басманова района, когда я пришел в 2017 году в Басманный район, у меня в районе было 500 дворников, нормативно. Мы посмотрели, разобрались, оказались, там есть определенные нарушения, мы их исправили, подтянули до количества физического наличия, 500 дворников, чище стало, стало намного лучше, но не абсолютно. Мы разобрались в этой ситуации, обнаружив большое количество земельных участков, которые не включены в уборочные территории. титул в уборочной территории, потому что, ну, как-то не занимались этим вопросом последовательно. Сложный процесс, требует большого количества времени, почему-то не хотели этим вопросом заниматься. Мы занялись, сделали, мы довели количество дворников до 620, с последующим еще увеличением. Это дало нам очень достойно встретить и провести чемпионат мира по футболу, потому что болельщики выходили, следом за ним сразу шло огромное количество дворников. Теперь смотрите цифры. 810, общее количество района, 620 дворников. Порядка 49 тысяч, 49 тысяч гектаров Махачкала. Тонечную цифру сказать не могу, с цифрами Махачкали вообще очень сложно. Мы не можем точное количество объектов потребительского рынка определить, нету этих цифр. Точное количество проживающих в Махачкале мы еще не можем определить, занимаемся этой проблемой. Соответственно, и границы города не определены, тоже целая проблема, которой нам предстоит заниматься. Примерная цифра от 45 до 50 тысяч гектаров в город Чистке, то есть муниципальном бюджетном учреждении, которое занимается уборкой города, у нас сегодня 400 дворников. 400. То есть меньше, чем в Басманном районе? А в Басманном районе даже у нас 810 га. Вы представляете соотношение? Да, может быть, не самое лучшее сравнение, потому что Басманный район, дневное посещение Басманного района порядка до 10 миллионов человек. Потому что Москва так устроена, центр Москвы, да, прибывает, туристы, приезжающие, с окраин на работу, потом уезжают, за ними мусор остается, но тем не менее выставлять уборочные площади несравнимые и 400 человек, ну и плюс где-то порядка 200, плюс-минус сезонные уборщики в городе зеленохозе. Почему? Это же, наверное, не просто так, потому что нет определенного количества средств на оплату их труда. В бюджете они заложены изначально, это не к тому, что им задерживаются зарплаты, это тоже была определенная проблема с городе зеленохозом, там на самом деле было очень много лукавых моментов, потому что городе зеленохоз является унитарным предприятием, муниципальным унитарным предприятием, хозяйствующим субъектом, работающим практически на началах коммерческой организации, выполняющим работы по заказу. И оплата труда сотрудников городе зеленохоза это забота самого городе зеленохоза, никого-либо. В бюджете деньги заложены, они были направлены управления жилищно-коммунального хозяйства, за счет каких средств ты оплачиваешь зарплату, это забота руководителя. Я не к тому, чтобы упрекать руководителя, там очень хороший, порядочный парень, но опять-таки системно работа не выстроена правильно. Так вот, что мы хотим, какую уборку мы хотим в Махачкале от 600 человек, ну 200 город зеленохоз и 400 город очистка. Какую уборку, ленинки, шампхау? Конечно, за счет чего? Мы хотим в Махачкале, чтобы было чисто, предприниматели хотят махачкалинские, говорят, да, мы готовы выйти со спонсорской помощью, не надо спонсорской помощи, не, если выходит с спонсорской помощью, в этом ничего плохого нет, это нам, как мусульманам, это очень близко, это нормально получается, как на благие дела, на общественные дела, час захода ты отдаешь, но ты лучше плати системно налоги, ты платишь системно налоги и этих проблем, о которых мы выше говорили, не возникает. Мы нанимаем тысячу, а на самом деле еще больше дворников, которые метут и наводят порядок в Махачкале, и нету этой проблемы, нету навалов мусора, нету куча смета, мусора на газонах и так далее, это же кто-то должен обслуживать, это очень тяжелый, долгий, длинный процесс, я понимаю предшественников, которым мы этим системно не занимались, ну как понимаю, могу понять, потому что сложный процесс, может быть, не совсем по плечу и не видели просвета, хотя он, если приглядеться на поверхности, надо заниматься пропагандой налоговой дисциплины, конкретными мерами взаимодействия с налоговыми органами, органами полиции, которые нам сегодня на самом деле оказывают огромную помощь в повышении налоговой дисциплины, и большое им за это спасибо, и городскому управлению, лично министру, потому что ту работу, которую они выполняют, дает возможность сегодня многие процессы в городе реализовывать, уборка, ремонт, и там школы и так далее, вот пользуясь случаем, обращаюсь к горожанам и городским предпринимателям, в первую очередь, оплачивайте налоги. Без ваших налогов другой доходной части бюджета у города нет практически. У нас нет каких-то крупных объектов, с которых город напрямую зарабатывает. С колесом обозрения маленький инвестпроект, который за арендную плату будет небольшую плату приносить, который позволит этому парку выйти на какое-то самосодержание. Вот как раз по поводу колеса обозрения на шумевшей теме я хотел спросить. Колюш, мы заговорили о зелени, город буквально задыхается от отсутствия зеленых насаждений, потому что все, что было вырублено, зеленое достояние, новое, которое посажено, тоже не все выросло, многое засохло. Протесты общественников были по поводу установки этого колеса. Многие говорили, что будет вырублено очень много деревьев. Приводили в пример Эльтавский лес, где бывший мэр стоял и говорил, что дома не будет, а сейчас посреди леса стоит дом. Что бы этого не было, что нужно, Салман Кадеевич? И вообще подробнее об этом проекте, что он из себя представляет и как он будет работать на город, если будет реализован? Спасибо за вопрос, очень необходимый вопрос, нужный, я думаю, и горожанам, и не менее мне, чтобы я мог горожанам эту ситуацию объяснить. Не люблю популизм и лозунгов, и там вставать на броневики, кричать, что здесь будет и не будет, не мой случай, я лучше буду последовательно выполнять мероприятие, которое мы, в принципе, уже выполнили. Не надо вводить под видом общественников горожан заблуждений. под инвестора не отчуждается, а именно участок под инвестор-проект, он отдается ему в аренду. И город, и при невыполнении очень жестких, на самом деле, условий инвестор-контракта имеет право изъять обратно этот участок. Теперь вторая ситуация. Мы его сдаем в аренду не только для того, чтобы он там поставил колесо и платил налоги, но еще и платил арендные платежи. Плюс к этому там будет создано 20 постоянных рабочих мест и в сезон еще дополнительно 10 временных, вернее, 20 постоянных рабочих мест и 10 сезонных рабочих мест. Это налог на доходы физических лиц. Основной налог сегодня города Махачкалы, который поступает в бюджет города Махачкалы. Соответственно, это еще одни поступления. Плюс там в рамках этого инвестор-проекта не будет вырублено ни одного дерева в рамках инвестор-проекта. Это очень важно. они тоже выполняют, даже газон выполняют функцию зеленого насаждения. Более того, у нас парк сегодня находится в неком запустении. И вот вы говорили, общественники там не совсем согласны. Есть часть общественных, которые не согласны и они где-то правы. Почему? У них есть недоверие сегодня к властям. Он обоснован. Я не могу там как-то жестко этому противостоять, потому что он на самом деле обоснован. он имеет на это сегодня моральное право. Даже благодаря тому примеру, который вы сейчас привели. Ну вот свежий пример. Аллея дружбы как раз около нашей центральной мечети, где планировалось сделать сквер дружбы России и Турции, тоже, как оказывается, уже находится в чьей-то собственности. Пока не готов комментировать, разбираемся в этой ситуации. И возвращаясь к парку. Плюс к тому, что они возмущаются из-за недоверия. где-то есть сквозь этого проблескивает еще и правильный конструктив, имеющий право на существование по поводу того, что парк должен выполнять функции там легких и должен быть зеленый. Это не лес, это городской парк. В городском парке в любом городе мира обязательно должна бы существовать какая-то инфраструктура, которая приносит определенное... Опять-таки, возвращаясь к тому, что я сказал, в основе всего лежит экономика. Городские парки должны приносить доходы. Потому что... Тем более, это излюбленное место отдыха. Да, работая в Сокольниках, я помню аналогичную ситуацию, когда в Сокольниках были обшарпанные шашлычные и был бурелом. Потому что денег на качественное содержание парка Сокольникова не было у города. У города Москвы, чтобы вы понимали. С приходом Сергея Семеновича и выстраиванием правильной системы сегодня парк Сокольники это излюбленное место гуляния москвичей. Да, здесь есть такие определенные последние, которые наши коллеги говорят, что он будет забит. Но городской парк должен быть забит. Это же неплохо. Говорят, я хочу прийти послушать пение птиц. Это я к тому, что вот некоторые там меня упрекают, что я не читаю комментарии. Я не отвечаю, у меня нет времени каждому гирику отвечать. Но читать я, конечно, читаю. Я слышу это мнение и на Фейсбуке, и на Инстаграме. И говорят, я хочу там слушать чириканье птиц. Правильно, молодец, заслуживаешь. Но если мы таким образом оставили, что там чирикали птицы, он будет находиться долгое количество времени в том состоянии, в котором он сегодня находится. с этими полуразрушивыми основными фундаментами, проплешинами на газонах, непонятного вида нестационарных торговых объектов и не совсем понятной финансовой структуре поступления доходов, куда они идут и куда они дальше расследуются. Это очень тоже, опять-таки, в силу отсутствия вот этой системы имеет место быть. Мы с этим пока разбираемся, но придем к определенным выводам. В Махачкале вообще очень мало парков, все застроено и практически не осталось места для того, чтобы разбить новые. Вот недавно прошла информация о том, что вы возвращаете городу участки вокруг озера Агель, там тоже планируется парк. Сейчас на какой стадии это дело? Пока идет инвентаризация земельных участков. Я же говорю, последовательно, но все требует определенного времени. Мы сейчас проинвентаризируем основания в отделении, как мы их будем возвращать обратно в город, потому что без этого мы всегда вытыкаемся в бюджетный процесс. Для того, чтобы потратить бюджетную копейку, мы должны понимать, что это принадлежит нам, ну, городу имеется в виду, и мы можем на это тратить. Мы даже на республиканский объект не можем потратить рубль, и точно так же и республика не может на городской. Ну, опять-таки, нарушение бюджетного процесса, мы в это вытыкаемся. Из-за этого мы, конечно, будем сначала изнимать земельные участки, если мы найдем для этого основания, ребята уже занимаются этим вопросом, признавать права города, и там уже делать планирование. Параллельно с процессами, которые сейчас в администрации и около администрации идут, вот этот процесс, он по инерции продолжается, когда неси-хватай. Вот. Даже буквально вот вчера ситуация руководителя одного из структурных подразделений входит в судах, признает колоссальные иски, исковые требования к управлению, ну, соответственно, и последующему администрации города. У нас уже огромное количество вот таким образом санкционированных долгов, где непонятного года, проведенном, непонятном году проведенные непонятные работы, не совсем подтвержденные, выполнялись они по факту, признаю, были признаны и оплачены скоротечно. То есть такие воздушные работы. То есть долгое эхо это еще будет продолжаться. Более того, по которому срок исковой давности прошел, подведена определенная правовая основа, оплачены ущерб за планированных бюджетных расходов, а именно оплату, допустим, коммунальных расходов за школы, за поставку продукции, которая в бюджет была заложена допустим для детского питания и так далее. Эти деньги были направлены на погашение каких-то там старых долгов. А долги-то за поставленную электроэнергию, тепло, воду нашим подвесным учреждениям они остались. Они же никуда не деваются. Люди идут в суд сегодня у нас судебных решений порядка на 200 миллионов. вот по расходам 2018 года, которые не были, были заложены в бюджет, не оплачены, люди подали иски, получили исполнительные исты, и сегодня половина управления города и счета администрации заблокированы, потому что мы не успеваем их... То есть то, что город 100% должен дать уже по закону? Да, абсолютно. Порядка такой же структуры, задолженность, вернее, требования в судах на 609 миллионов находится еще, которые с большой долей вероятности будут признаны, потому что, опять-таки, это выполнена работа... В общей сложности почти миллиард, это огромный... Больше. Потому что, ну, есть еще не такие стопроцентные, за которые мы еще поборемся. Недавно ребята там отсудили порядка 30 миллионов, сейчас стадии из 89 миллионов до 29 миллионов могут снижать. То есть юроуправление разрывается. Большая юридическая работа, конечно. Колоссальная. Причем там внутри правового управления тоже сегодня, слава богу, потому что есть люди, которые пришли вовсе не работать. Вот. И которые скрываются за больничными листами и там за какими-то другими основаниями пытаются удержаться в надежде пересереть, что. Сколько лет они собираются пересиживать. Мне Махачков долго еще в порядок приводить. Ну, кстати, вот о юридической работе сложилась потрясающая практика. Есть в составе Махачковые поселки такие, как Караман, где живут люди, но которые не имеют статуса. Что-то в этом направлении предпринимается? Да, очень сложная ситуация, на самом деле. Однозначного решения здесь нет. Мы с коллегами сейчас занимаемся, ищем, вырабатываем пути решения. Есть поселки, которые на самом деле существующие, нанесенные на карты, официально выделены земельными участками. опять-таки, с ногу на голову поставленные процессы. Когда сначала выделили участки, дали возможность застроиться, а потом начали задуматься, а не стоило ли туда подвести коммуникацию. Наверное, стоило, но мы ее не подведем, потому что это большие расходы, и сейчас это сделать невозможно. Нормальное градусладительное регулирование предполагает подведение инженерной инфраструктуры, элементарное, водоснабжение, водоотведение, электричество, газоснабжение, нанесение на каком-то проекты планировки территории мест для размещения минимум школы, детского сада, мечети и хотя бы магазины. Элементарное социальное. Да, элементарное составляющее. Выдали участки абсолютно без этих учреждений. Просто нарезали ровно, раздали. От безысходности люди, опять-таки, благодаря своей предприятийности, способностям, работоспособности, каким-то образом направили они туда электричество, построили дома, у них там родились дети. У некоторых они выросли и уже не помнят, каким образом им эти участки выдавались и под что они выдавались. Большей части теперь есть такие участки, где они под СНТ выдавались, под дачные и дачные строительства и не предполагали образование таких домов. А сегодня люди уже говорят, слушай, ну мы в черте города живем, и, наверное, нам здесь должны быть городские условия, но там дачное товарищество, там не предполагается той инфраструктуры, которая есть в городе. Но это сложно сейчас жителям объяснить. И то, что там централизованная система канализирования не предусмотрена, что они должны индивидуальные канализационные системы предусматривать, типа Ям-Шамбо, а не сливать эту воду в канал Октябрьской революции, именно канализировать отходы. Им это очень сложно объяснить. Они говорят, ну как, вот оно же есть, мне вот бумага, мне выдали. Это низкая правовая грамотность нашего населения с, скажем, такой предприимчивостью и борьбой за живучесть. Они молодцы, они свою роль выполняют, но когда-то не была выполнена роль администрации своей. И причем это не вчера, не позавчера, не 10 лет назад. Это давнишние закоренелые проблемы. Они тянутся еще 70-х, 80-х годов прошлого века. Тогда уже были заложены основы этих нарушений, которые нам сегодня очень долго распутывать. Развал Советского Союза усугубил ситуацию. Очень сильно. А потом мы какой-то сорвались, конечно, в крутой пике уже совсем. Главное, пожалуй, что интересует горожан, это оплата за коммунальные услуги. С этим творился страшный бардак. Сейчас что-то приводится в порядок. Предусматривает цель создания подобного того, что был создан в Дербенте, единого расчетного центра, который позволит в одном месте платить и контролировать эту ситуацию, эти потоки, и держать как-то это все под контролем? Вот не люблю говорить то, что еще не сделано, тем более то, что в процессе. Но, тем не менее, прямой вопрос к ситуации, которая вчера имела место быть на заседании у представителя правительства республики Дагестан, там буквально даны были поручения выработать подход. Это будет республиканский центр, или мы сделаем пилотный на примере города, и потом распределим на всю республику именно единый центр информационный на бузе МБУ Махачкалы, это будет или ГБУ республики со всей абонентской базой и возможности оплаты. Но это на самом деле махачкальцы и дагестанцы не заслужили той системы оплаты, которая сегодня у нас есть. Мы достойны, ну я тоже горожане, тоже абсолютно таким же образом пользуюсь этой услугой, как у меня родители в советские времена летом 35 назад ходили, заполняли жировку, так она называлась, и оплачивали это. Век электронных сетевых мне это тяжело очень дается, потому что в Москве я оплачивал просто с телефона это все, по дороге на работу. Но это практика может быть у нас внедрена? Нужна, мы обязаны это сделать и мы будем это внедрять. Каждый махачкальнист и дагестан имеет право для того, чтобы он спокойно это со своего гаджета смартфона оплатил. Городская беда незаконная жилищное строительство. Вы наложили мораторий на стройки. Как с этой сферой будете разбираться дальше? Как наводить там порядок, чтобы больше такие печальные моменты, как сносы домов на участках подшколы не повторялись? Мурат, ну, искренне спасибо за этот вопрос. На самом деле очень важный вопрос. Вот я наложил мораторий и это не прихоть. и мы последовательно этого моратория придерживаемся. Должны поблагодарить ребят и опять-таки городской управлении других дел, которые нам в этом помогают. Мы на самом деле держим эту ситуацию, но это не тот случай, когда пчелы против меда. Мэр против строительства не может быть. Ну, нормального города, не то, в какой ситуации сегодня находится Махачкала, именно в части жилищного строительства. Это единственная сфера, кажется, которая у нас развивалась. Я уже ранее сказал, что мы обогнали в количестве квадратных метров жилья инженерно-техническую и социальную инфраструктуру. И точно так же мы обогнали дорожную инфраструктуру, дорожно-транспортную инфраструктуру в этом вопросе. мы наложили это мораторию для определенной инвентаризации. После того, как мы выработаем механизм совместно с коллегами из Минстроя, из правоохранительных органов, каким образом это реализовывать, мы посмотрим, каким образом продолжить это строительство. 49 с копейками тысяч ученических мест в Махачкале, порядка 90 тысяч учащихся. Оно увеличивается. Дети учатся в третью смену, причем имеющаяся у нас ситуация по безопасности, по той же самой транспортной инфраструктуре, ночью дети не должны, особенно в зимнее время, возвращаться домой. Надо с этим что-то делать. И мы делаем в этом году с помощью Федерального Центра Республики закладывается строительство девяти дошкольных образовательных учреждений, и было запланировано пяти средних образовательных учреждений, мы там чуть разогнались, еще один резерв нашли, и, может быть, для детского садика еще десятого тоже место подобрали, тоже, если получится, мы это заложим. Но это порядка чуть меньше трех тысяч ученических мест, при таком количестве строительства. То есть это мелочи. Это мелочи по сравнению с теми цифрами, которые мы имеем. Ну, давайте заселим эти жилые дома еще жильцами и скакнем на 95. То есть с учетом того, что мы строим, мы уже не успеваем обеспечить потребность ученическими местами. Зачем мы это делаем, уважаемые горожане и строители? Для чего? Своими руками создаем эту проблему. Куда мы пытаемся заселиться в эти дома, в которых нету ни контейнерных площадок, они не обеспечены нормальным уровнем социальной инфраструктуры. Теперь дальше еще проблема. Мы все знаем проблему с водоотведением, то есть канализированием, которое у нас есть. Ситуацию с коллектором, знают все, что он 70-80-е года прошлого века был заложен, не был доведен до ума. Сейчас спасибо главе республики, который последовательным этим вопросом занимается. Владимир Владимирович нашел средства на это. Вопрос находится уже в стадии согласования. Мы скоро приступим к строительно-монтажным работам. И этот вопрос будет решен. Когда? Куда мы будем все это сливать? В Каспийское море? Мы туристов хотим прилечь в Махачкалу? О чем мы? Пропускная способность системы водоотведения никакая на сегодняшний момент. Она была рассчитана на Махачкову 350-400 тысяч населения. Мы сегодня за миллион шагнули. Канализационные насосные станции. Но они не справляются с перекачиванием. Давайте заселим еще 10 домов. Люди вечером придут домой с работы, смоют воду и прощают редукторную. Мы этого хотим? Нет, лучше мы на самом деле потерпим с этим мораторием разберемся. В первую очередь обеспеченностью инфраструктуры. вторую очередь к качествам этих домов. Мы что для себя строим? Куда мы хотим заехать? Мы пройдем определенную экспертизу. Если это все соответствует, да, мы назначим госкомиссию. У нас многие дома стоят без приемки. Мы будем установлены порядок. Но там живут люди. Это еще другая проблема. Это еще одна большая проблема, когда огромное количество домов фактически достроены, заселены. Там вокруг них уже инфраструктура начинает складываться, а акта ввода в эксплуатацию нет. Дома призраки. Еще одна проблема это устаревшие коммуникации, которые приводят все к новым и новым коммунальным авариям. Откуда изыскова средства для их ремонта? Там еще большая проблема. Это все находится в частных руках. Это в свое время было уведено из городской собственности, никаким образом не обслуживалось. по сути стратегический объект. Стратегический объект, который не имеет возможности находиться в частных руках. Ну стопроцентно частных руках. Возврат возможен? Возможен. Возврат чего? Коммуникации и тех, кто ими управляет. Мы такие наивные, что думаем там есть коммуникации. Там есть места в земле, где когда-то были коммуникации. Коммуникации там уже практически не осталось. А мы хотим на эти коммуникации еще дома посадить. Вот в моем районе на одной подстанции, где был один наш дом, сейчас на этой подстанции сидит 12 или 20 домов наверное даже. давайте еще один дом посадим на него. Кто-то будет там лукавить, пытаться давить на общественности, говорит, вот мы там купили квартиры и так далее. Давайте его заселим, заселим его и прилегающие 12 домов тоже останутся. Все 13 домов останутся как раз хорошее число 13, и все они останутся без света. Потому что для этого нет сегодня инфраструктуры в Махачкаре. Она находится в частных руках, и мы не можем туда вложить, опять-таки помните про бюджетный процесс, я сейчас говорил, мы не можем рубля бюджетных денег туда вложить для того, чтобы отремонтировать эти линии, эти подстанции. Причем там не такая сложная ситуация, как с сетями водоснабжения и водоотведения, там вообще крах. Большой пласт проблем мы охватили, вопросов, конечно, больше, чем ответов, но в завершение хотелось бы спросить о тех рецептах, которые вы будете применять, которые уже применяются, о самых главных шагах, которые будут реализованы в этом году в столице. В этом году мы постараемся, не то, что постараемся, мы реализуем систему городской очистки. Это самое необходимое, которое должно сегодня быть реализовано в части именно санитарной очистки города. Это не потому, что просто красиво, это очень серьезная проблема. Что такое мусор? Мусор – это кормовая база для грызунов, для бродячих собак. Почему вы хотите такое количество собак? С ними занимаются, по крайней мере, занимались предшественники, не обязательно первые лица, но и руководители там мупов, заместители по направлению, но популяция бродячих собак в Махачкале, несмотря на предпринимательные меры, становится больше. Для них есть кормовая база, для грызунов, крысы, это кормовая база, вороны. Почему в Махачкале? Раньше в Махачкале не было такого количества ворон, если кто помнит. Опять-таки их привлекает кормовая база. С этим надо бороться и заболевания, которые приносят грызуны, вродячие собаки и так далее, мы от этого не застрахованы, особенно в жаркое время. Надо сосредоточиться, это надо решать. Плюс мы последовательно будем решать проблемы с обеспеченностью социальной инфраструктурой. Хотя бы на сегодняшний момент, чтобы уйти от трехсменного режима. В школах? Да, в школах. Чтобы хотя бы наши дети в третью смену не ходили. Последовательно будем этим вопросом заниматься и, конечно, улучшать ученические процессы. Благоустройство городской среды? Благоустройство городской среды, да. Мы запланировали для себя строительство, вернее, ремонт, капитальный ремонт улиц, порядка 94 улиц, 30 дворов, 5 общественных пространств, площадь. Это будет реализовано в этом году? В этом году. Это все этот год. Ну и плюс, конечно, туризм. Туризм надо развивать долго, последовательно, для того, чтобы люди, которые приедут в этом году, могли рассказать своим друзьям, коллегам и так далее. Но, опять-таки, у нас для туристов сегодня нету контента туристического. Вот приехали никуда, что? Есть музеи, есть памятники. Три дня? Дальше скучно. Надо хотя бы еще четвертый, пятый день тоже добавить. То же самое. Колесо, городские пляжи, какие-то фестивали, событийные мероприятия, чтобы приурочить, чтобы людям у нас в Махачкале было интересно. Представляете, Махачкала стала чище. В Махачкале появился туристический контент, что кроме гастрономических каких-то, но еще и культурные, массовые, потом пляжные составляющие этого всего есть. Им понравится, они оставят хорошее впечатление у себя, они поделятся со своими друзьями и запланируют следующий отпуск опять-таки в Махачкалу и скажут, что да, в Махачкалу можно ехать отдыхать и к нам приедут еще больше людей. Для того, чтобы это у нас в следующем году было, мы будем заниматься еще усиленно этим туристическим сезоном. Спасибо за беседу, успехов вам. Пожалуйста, всем благ. 20 мусоровозов на 100 миллионов рублей начали работать в столице Дагестана. Региональный оператор закупил специализированные автомобили для вывоза отходов. Насколько это поможет Махачкале стать чище и кто возьмет на себя ответственность за это, узнаем в сюжете Карина Баталовой. Такими новенькими и чистенькими этим машинам предстоит быть недолго. Совсем скоро их ожидает работа на поистине тяжелых линиях столицы. Правда, в отличие от своих предшественников, за счет дополнительных прессов они смогут вывозить больше мусора. И там, где раньше проходило сделать три рейса, теперь будет достаточно одного. Мы сейчас посмотрим, как будут действовать эти машины, потому что у нас еще есть парк старых машин. К сожалению, они часто ломаются и финансово невыгодно их ремонтировать. Поэтому мы сейчас в ближайшее время определимся, сколько еще машин нужно будет закупить для города Махачкала. Мы сделаем выводы после того, как мы увидим накопляемость мусора в летний период. Потому что, насколько мне известно, во-первых, приезжает отдыхающий и мусора становится больше. На Махачкалинский мусор у власти масштабные планы. Так, по словам Набилы Карачаева, в этом году в городе появится 700 контейнерных площадок. Найти место для них будет нелегко, ведь каждый клочок столицы уже занят. Но с этим пообещали разобраться. И если с центром все более-менее ясно, то что делать с проблемной периферией? Мы для Семендара привезли 20 новых лодок. Вот у нас три новых лодковоза, которые вовремя будут вывозить весь этот мусор. И кроме этого, я хочу, чтобы вы понимали, мы практически деньги не собираем в населенных пунктах. Почему? Потому что мы хотим там организовать работу, а после этого уже начинать сбор денег. Посмотреть на новое решение мусорной проблемы в виде приобретенных 20 камазов пришел и мэр Бахачкалы Салман Дадаев. После осмотра транспортных средств речь зашла о мусороперерабатывающем заводе. По заверениям директора компании «Лидер», его запустят через 10 дней, а мощность объекта составит 150-200 тонн. А по подробности что вы планируете делать на заводе? Переработка? Переработка мусора. То есть мы будем его возить туда, перерабатывать, в торсере убирать. То есть в торсере убираем, его будем отправлять на вторичную? На вторичную, да. То есть это получается переход к раздельным «Платить людям деньги за мусор». В ходе дискуссии представители власти предложили Дмитрию Зоеву открыть пункты приема вторичного сырья. Это бумага, стекло, пластик. Давайте рассмотрим, может быть, даже на базе образовательных учреждений где-то именно вторичное сырье принимать, чтобы дети приносили из школы. Давайте. Это очень хорошее предложение. Сейчас в парке 50 специализированных машин, плюс 15 дополнительных. Скоро к ним присоединяться контейнеровозы, боковой загрузки, самосвалы и два маневренных «Газон-Некста». Достаточно ли будет всей этой техники для поддержания чистоты в столице покажет время. Карина Баталова, Магомед Магомедов, телеканал ННТ Новости 24, Махачкала. И еще немного городской хроники. Так плотно застроили, что уже и человеку негде упасть. В Махачкале сотрудники МЧС провели необычную спасательную операцию. Вызвали ли мужчину, провалившегося между двух стен? Как сообщили в ведомстве, во время установки защитной сетки на окно со второго этажа упал молодой человек и застрял между двух домов, расположенных вплотную друг к другу. Чтобы спасти пострадавшего, пришлось разрушить часть стены. Работы продолжались более двух часов и закончились благополучным спасением из каменного плена. Остаться без крыши над головой могут жители столичного микрорайона «Акгель». Городские власти решили возвести на данном участке школу и детский сад. Все в рамках проекта. Казалось бы, полезное и даже необходимое решение, но что делать людям, которые уже построили дома и живут в них? Вопрос открытый и однозначного ответа на него пока нет. Разобраться в ситуации попытались наши корреспонденты. Подробности в сюжете Луизы Раджабовой. Не думали, не гадали, а строили. А ведь стоило, оказывается, когда лет 15 назад люди в массовом порядке засыпали болото и возводили дома. Они и не думали, что настанет такой день. В ближайшем будущем здесь построят школу и детский сад. Только не для их детей, а вместо их домов. Когда человек идет и платит за газ, за воду, за свет, принимает оплату, а куда идут эти деньги? Почему не спрашивают в этот момент? Там же идет база. Почему же просто так принимают оплату за свет, за газ и за воду, если это у них получается не зарегистрировано? 80% у населения этого района есть документы и зеленки, и собственность о их жилищном помещении. Еще с 2011 года территорию в районе озера Агель выделили под строительство школы. Однако площадь застроена индивидуальным частным жильем. Из этого следует, что около 16 домов непосредственно попадают в границы участка образовательного учреждения. Кроме того, что имеется согласованный проект, должно быть выдано разрешение на строительство. А без разрешения на строительство объекты считаются самовольно застроенными. Многие считают в силу сложившегося правового нигилизма среди населения, что можно сначала что-то разместить, построить, ну, нестационарный торговый объект, или какую-нибудь будку, или даже возвести дом, а потом под это в судебном порядке, используя какие-то связи, знакомства, иногда прямой подкоп чиновнику, можно все это оформить. Вот это и является основой того, что в наших городах России происходят такие случаи, когда власти вынуждены сносить целые кварталы. Воевать население не хочет. Миру мир. У людей есть альтернативный вариант решения вопроса. Предлагают перенести строение на пустое поле, около 10 гектаров, возле которого они и живут. А тем, у кого проблема с оформлением участков, наоборот, помочь, узаконить и поставить на кадастровый учет домовладения. Вот оплоченный, пожалуйста, за свет, за газоводу, за земельные, за штрафы, которые сами схватили, которые плоти на документе. Вот тех паспорт, пожалуйста. Если администрация в этот период не выделяла территории на данном участке, и вдруг появляются документы, выданные за тот период, когда там вообще не выделялись участки, с узаконением этого участка, естественно, это говорит о том, что данные документы подложены. По словам жителей, всего мэрия заявила о сносе 40 домовладений. Это все, у которых нет правоустанавливающих документов, около 100 семей. Однако власти утверждают, их будет намного меньше. Те дома, что выстроены вокруг незаконно, они естественно и ожидаемо будут сноситься, потому, что уже много лет данные участки зарезервированы именно под территорию общего пользования. На сегодня все коммуникации до жилых домов проведены. Есть газ, свет, вода, отопление. Эти территории застроены 15 лет назад. Самому молодому строению 5 лет. Никакие надзорные службы сюда не приходили, никакого контроля и учета не было, говорят люди. Мы откуда знали, когда мы землю здесь сыпали, землю осваивали. Кто знал, что по проекту здесь садик будет? Кто это знал? Кто нам говорил? Кто приходил? На кого есть протокол? Нету же ничего. Может были какие-то недобросовестные, я не знаю, люди из числа прежних чиновников или еще кто-то, кто каким-то образом оформлял липовые документы. однозначно липовые, потому что если посмотреть на кадастровую карту, там четко выделены границы участка именно под школу и под детский сад. Есть план города и мы намерены соответствовать. Луиза Раджабова, Гаджи Магомедов, новости ННТ, Махачкала. Жители села Новый Бирюзяк Кизлярского района оказались в тяжелой ситуации. Отток населения, вызванные малопригодными условиями для жизни, ставят муниципалитет на грани исчезновения. Проблем много, но последней каплей для жителей села стало высыхание главной водной артерии, из-за чего невозможно заниматься сельским хозяйством и содержать скот. Есть ли у селян надежда на будущее? Узнавал наш корреспондент Абдулла Алиев. Что общего между Сахарой и селом Новый Бирюзак? И там, и здесь вода буквально на вес золота. Но если в первом же случае для людей, где основным источником дохода является сельское хозяйство, вода просто жизненно необходима. Единственная водная артерия в селе канал Кордонка. Он питает все колодцы и жители используют ее для полива сельскохозяйственных угодий и в качестве воды для скота. Но сейчас, глядя на состояние канала, вряд ли можно сказать, что он вообще для чего-то пригоден. Русло сильно заилено, засорено и нуждается в срочной очистке. Раститель на селе в буквальном смысле исчезает. Проблеме уже четвертый год. Жители обращались в разные инстанции, но ни от кого помощи так и не получили. Короче, проблема в основном заводу. К нам не дают воду. Меня как выбрали главой администрации, я обратился уже полгода с прошлого года, в ноябре месяце меня выбрали. Я обратился куда надо, и район обратился, и везде, кому надо, я обратился. Никакой помощи нам не выделяют. И вот недавно я сход в село тоже собрал, вызвали именно по кордонке, кто старший, глава района, приехал. Ну, обещают, то они обещают, но не знаю, когда это будет. А ведь когда-то это село было одной из самых процветающих в районе. Сейчас о былых временах у людей здесь остались только воспоминания. В селе много проблем, с которыми отчаявшись, люди смирились. Но грязная вода в случае особый. По Чичи-Пе сетуют люди. Я воды вообще не вижу. Для водопоя, для скотин нет воды. Высыхает. На меня вот 181 гектару сынокоса у меня осталось где-то 70-80 гектаров. Каждым годом она меньше и меньше становится. Потому что палить нечем. Для скотин воды нету тут. Раньше эту речку, за которую в основной раз руками даже копали. Неужели сейчас такой век мы опять ее должны идти копать руками? Там перемычку прокапали. Ну и что? Приезжают, обещают, уезжают. Как не было воды, так и нет. Сейчас лето начнется. Скотине пить негде. Не то, что уже говорить за людей. Копаем колодцы сухие. Комплекс нерешаемых проблем провоцирует самую основную стремительный отток населения. Уже заметно, что в местной школе учится гораздо меньше детей. Молодежь, не видя здесь будущего, переезжает в города. Ну а какие могут быть перспективы, если в селе в буквальном смысле нет условий для полноценной жизни? Если оставить все как есть, новый бирюза к скором времени может пополнить список сел-призраков. Вот смотрите, вот среди этих людей нету молодого человека. У каждого из них спросите, у них дети уехали из этого села. Если вы посмотрите по всему селу, посмотрите, где есть дом, который не написан продается. Почему? Потому что нет воды. Вода – это жизнь. Я хочу сказать, я создала это фермерское хозяйство, чтобы мои дети, у меня сыновья, чтобы эти дети остались в село, чтобы делать экологически чистый продукт. Я построила большую ферму. Ну ведь я всю эту продукцию, мясо, сыр, молоко отправляю для города. А как поить скотину? Я зарила три скважины для своего фермы. Но однако это не спасение. Здесь есть и коренные жители, выросшие в этом селе и ни за что не желающие покинуть его. У кого-то из них налажено хозяйство. Кто-то держит скот и занимается животноводством. Их благополучие целиком и полностью связано с водой, которая с каждым годом уменьшается. Да, есть, конечно, артезианская скважина, но ее едва хватает для личных нужд людей. Но не для всего остального. Ну, что происходит? Вот это, вот то, что вы видите, вот это, я ко всему сказанному добавлю, вот то, что вот сейчас течет, это в основном вот артезанская вода, вот которую вот помыли туда-сюда, и она вот это излишки текут. Она, это вот, вы можете посмотреть, ну, якобы там вода есть. Ну, хотя это в любом видно и ясно, что это, из него ничего не сделаешь. Сейчас жители села Новый Бирюзак подготовили письмо главе Дагестана Владимиру Васильеву. Несмотря на печальное положение, люди здесь не теряют надежду. Высыхающая вода это одна лишь из многих проблем этого села, который, если не находится на грани вымирания, то на стадии выживания находится точно. Но люди здесь не теряют надежды, что власти обратят внимание на все эти проблемы и что в будущем они наконец-таки заживут нормально. В семье Баматовых из Нижнего Казанища четыре брата. И все они так или иначе занимаются традиционными для Дагестана ремеслами. Кузнечество и плотничное дело братья освоили еще с малых лет. А на месте старой отцовской кузни открыли целый музей, в котором можно все трогать и изучать. О семье потомственных кузнецов из Буйнакского района в нашем следующем сюжете. Пробовать готовность раскаленного металла на язык в процессе плавки Абдурахмана научил его отец. Раскаленным железом Баматовых не испугаешь, оно у них в крови. Здесь даже не помнят, когда в роду начали заниматься этим ремеслом. История уходит корнями в 19 век. У горцев тогда хороший мастер в ауле был навес золота. Он и оба для телеги сделает, и инструменты для работы в поле отремонтирует. Здесь три слоя металла. Вот здесь заметно. Три слоя металла. Посредине твердый металл сталь. И по краям это железо мягкое, чтобы оно не ломалось. Когда точится, то средняя точится, а края не дают ломаться. Последние пять поколений эта старая кузня служила Баматовым верой и правдой. Теперь здесь музей под названием Кузня-меч, в который приходят школьники и редкие туристы. Здесь все, как в давние времена. Старые печь и желоб вырублены из цельного куска камня и пользовались еще два века назад. Вот и сейчас мастер работает так же, как и его предки. Вода, в которой кузнец закалял металл раньше, да и сейчас используется как народное средство от глистов. Казалось бы, где железо, а где хрупкий человеческий организм и его понимание. Но понимание было и в селе до сих пор рассказывает историю, как дедушка Закарья Баматов спас свою сестру. Она уже в положении была внутри утроби умер ребенок. Умер. И надо было спасти сестру. Наш дедушка Закарья покойный, он зашел в цех целую ночь, днем, два дня он работал, сделал себе ножницы, которые вот в руках... Ну, себе нож, ножницы сделал и спас сестру. Так я еще раз говорил, ни кассирова, ничего не было. Здесь работают не только с металлом, но и с деревом. Верстак еще дореволюционный, техники по минимуму. Есть даже ручное сверло. Но с изменением потребностей людей Баматова немного сменили деятельность. Семейным делом стало производство мебели с национальным колоритом, которое славится нижнее казанище. Карина Баталова, Гаджи Макомедов, новости ННТ, Буйнакский район. И к другим темам. Культурный мост между Тверской областью и нашей республикой выстроили в Республиканском театре поэзии, где прошло открытие культурно-выставочного социального проекта «Арт-перекресток» Верхневолжья-Дагестан. На выставке можно познакомиться с работами, посвященными знаковым местам Тверской области, в частности легендарной Ниловой пустыни, находящейся на озере Селигер и притягивающей к себе ежегодно немалое число туристов и паломников со всей России. Также в экспозиции представлены работы самобытных тверских художников. По итогам поездки инициаторы проекта планируют разместить на своих информационных ресурсах публикации, в которых представят культурный и туристический потенциал гостеприимного Дагестана. И это главное, чем запомнилось нам эта неделя. До встречи в следующее воскресенье. Удачи вам, друзья! Редактор субтитров А.Семкин